мое почтение господа мое почтение друзья мои мы сегодня что-то катаемся уже полдня я вспомнил что у меня камера с собой есть рассказываю заехали сначала магнит я сейчас кто на телеграм-канал не подписан ссылка в описании выходил в прямой эфир на телеграм-канале рассказывал эту историю мы дайте вам расскажу потому что аудитория еще не такая большая как на канале кто на дзене не подписан ссылочки в описании потому что иногда материал на дзене выскакивает которого здесь нет вы смотрите и что мы сначала поехали мы все и с беконом воеве половина не поняла что за бекон вот он бекон это свежий бекон свежоохлажденный это не копченый не сыра копченый ничего это свежий на сковородку бросаешь поджариваешь яйцо рядом и кайфуешь ребята кайфуешь вот и она я на нем сижу это наркотик от мир торга государства на запретить на государственном уровне их торговать подсадили всех и не продают больше товара нету где мы взяли мы заехали магнит час кумена две пачки последняя там женщина на раскладке стоит попросил можно нам коробочку вот этого бекона забрать с собой она такие глаза горит как коробка мы возим по три штуки хотя сама призналась что они от 1 кассе нам призналась это другая призналась что детям берет каждое утро говорит они кайфуют от него я говорю дайте нам коробку награден мы возим помаленьку по три по две упаковочки все что на витрине сразу же выкладывать 2 говорит раньше раньше на было говорит может сегодня привезут так и так что мы с деревни и приехать и не можем сюда за 39 земель каждый раз две штуки вот эти урвали последние поехали в пятерку в пятерке опять ничего нету и какая мысля у меня прокралась мы сейчас заводим дисконтную карту от магнита и наверно с пятеркой мы завязываем будем ездить в магнит они здесь расстроились большой магазин эти же все продукты цены эти же да и наверно мы с величкой в магните если еще раз вот такого повторится мы заедем но мы поедем уже магнит следующий раз за продуктами но я специально заскочу пятерку если там нету бекона вашем это вообще заезжать не будем никогда что мы сейчас делаем здесь есть магазин в куменах зениговский мы в куменах я столовку еще сходим есть магазин вот здесь зениговский сейчас эту камеру включу вот эту прекрасную камеру все сразу что за камера камера сумасшедших денег сейчас стоит я ее брал еще на старте продаж за 42 штуки это модульная камера диджайн сейчас не знаю рублей 50 может стоит может больше два модуля это один модуль и к ней еще 2 есть модуль к ней примагничиваться я идем в зениговский вот здесь есть им я поинтересуюсь вообще если у него бекон вот такой нарезанный вообще в зениговском бывает не бывает если будет может здесь умрать камера мотор поехали идем с проверкой магазин тарарирай юля я уже дверь закрыл ты второй раз хлопаешь юля постоянно двери не может закрыть кумен и с утра дубок был опять сегодня более-менее нормально вот здесь у них звениговский мясокомбинат это у нас я даже не знаю или откуда чувашия или удмуртия кто-то мне писал это не не кировские магазины да не кировские это сейчас здесь посмотрим бывают ли они вообще беконы нарезка беконного здравствуйте а вас бывают вообще нарезка бекона свежая и копченая сырого до бекон не бывают блин те иначе не здесь здесь тоже нету где нет пойдем дальше не бывает камера увидела испугалась может обманула даже подозреваю но это не точно куда идем дальше едем столовку поехали здесь бекона нет вообще не было один виска нарезан поехали мы пообедаем тогда такой я не знаю вот мы сегодня у нас познавательный ролик все мы узнали общем пятерка шляпа магнит нормально но тоже шляпа по количеству в зениговском вообще изловить ничего мясной магазин и нарезку не продают ха-ха парадокс все едем мы давай в кумену покажем хоть что тут юлечка подержит пока камеру там у магазина рябинушка стоим так пристегнуться попрошу всех чуна здесь ничего не надо больше музыку а да у нас там именной подлокутник заказали такая мужик за не едет сейчас пропущу его даже два мужика ну и куда ты поджимаешь меня валенок блин взял меня зажал блин ах и водятлы блин чуть туда не мог заехать взял меня зажал валенок блин видеть что выезжаю так куменый центр кумен покажи развилочку не знаю чего вам показать доска объявлений магазин хозяин все на месте марионе тут снег растаял так тут магазин еще центре он пельмешка есть можно перемену сходить не пойдем мы сейчас столовую на расходе 1 2 3 как обычно церковь покажу церковь иисуса христа на крови наверно я как раз че таки назывался верно больше дальше мы это с ней поснимать там хотели в церкви батюшка нас выгнал но не 6 я не знаю даже сколько мы там давай там дам допрос какой целью снимаете это когда у тебя нафиг чете объяснять что-то должен жить чудоми откатик какой-то юля районная больница сегодня еще понедельник да районная больница тут магазины магазины что-то сегодня магазина вот тут фотографии делают можно быстро фото сделать удобно запущу дом культуры тут же у них спортзалу там подальше баскетбол играет или еще чем тогда серость туда тоже по весне на обочины убиты они отсыпаны ничего мировым бы до отсыпать все красоте не было милиция и мы у милиции идем обедать здесь с этой стороны милиция с этой гаи с другой стороны регистрация автотранспортно я не знаю что они там еще вообще делают кроме регистрации снятия с учета так все через госуслуги посылают все мы в столовку пошли друзьям и пойдем пообедаем фонтанчик вам опять покажем разыгралась погодка днем дубок был утром у него глушак прогорел пока так и ездит рычит пойдем пообедать здесь темно света не хватает да освещение включать на день мари фонтанчики работают подоговорил фонтанчики сегодня работают подсветки только здесь нет у них большой телевизор все замечательно здесь юбилей наверное всякие проводятся точно не скажу но темновато здесь не знаю камера вытягивать не вытягивает фонтан июля искупаемся день выдавая еще рано телевизор и хохох такой серьезно поиграть надо ком сидеть причем больше есть и первое второе или только второе здравствуйте гарниры пюре гуляш не соленый не сильно соленый как замечательно кусочек пиццы бы еще с колбасой да это рыба у вас парочку штук еще положите давайте порцию сюда же до сверху вот это да вела там барсук сидит за лавкой это я в кармане машаться камера об чек у нас составил 459 рублей рыба поджарки пицца 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 пообедаем раз приехал фонтан показываю света не хватает только здесь и подсветки тоже фонтаны павлинов еще сюда да нормально мы пообедали мы поехали на дело друзья мои и решили вас с собой взять камаз второй день стоит покажи колесо сломалось а смотри приехали к нему что меня все отсечает да второй день он здесь стоит ремонтирую я часы забыл взять мы поехали на дело на какое дело сейчас расскажу посмотреть оттаяли ли поля ну и грязь помесить за одним на новых колесах сейчас мы вам цену покажем на металл падает не падает вроде не падает я сегодня ехал спрашивают как колеса по трассе себя ведут мы сегодня гоняли 25 километров до района центра 25 обратно замечательно чуть-чуть шамноватый но у нас в принципе и машина не тихо сами слышите так покажи юлечка здесь водовод у нас которые разграбили и таки не построили двадцать первому году его обещали запустить водовод штука интересная миллиарды миллиарды в бухана все это потухло все река быстрится так чего-то с пацане давай сориентируем зрителей 2150 так же как и было все едем деревня баричи здесь грейдер прошел между прочим на днях а толку от этого и грейдера конечно дорога он он еще ходит гладит видишь ходит грейдер там мы проедем так так порога гладит ух и ветер так деревушка частями оттаяло что проедем думаешь или утонем вон там на поле на квадроцикле ехать туда пешком то не охота идти не охота пешком идти все дома шатоне я сейчас сапоги надену прогуляюсь до туда надеваем сапоги берем металлоискатель сейчас посмотрим какая почва если нормально если нормально завтра съездим я сюда надела она дорога на другую деревню ведет раньше прямая была вот это на которой мы дороге стоим ее раньше не было и он позже в 50 даже не 50 на 73 году ее прорезали и все пинпойнтер возьмем возьмем лопату и и квинокс я наверно возьму да сейчас мы туда дойдем до деревни посмотрим что там есть машину здесь бросим что-то не знаю на квадрат я заехал бы на машину то я возможности не знаю как бы там не застрять потом до вечера здесь хотя там этот грейдер прошел он бы нас выдернул да как бы почему он обратно же поедет юля ты что все мы собираемся сейчас выходим на дело мне бы ключи не потерять все мы идем на дело кажется я вот здесь бы проехал ну ладно я на квадре сюда завтра приеду сейчас мы посмотрим если земля мягенькая приеду сюда покопать да нормально что туда пойдем вот там старая часть деревни а здесь новая а мы в тот год прошлые были между прочим снега больше здесь было я на квадре здесь еле проезжал тогда и лужи такие были точно я завтра на квадре приеду поехали а вон там я в сосен как-то полтинник нашел 50 копеек 24 года так наушники выключим все мы здесь походим сейчас чуть-чуть не первый завтра будет первый я сегодня так с пробежечкой завтра с утра сюда приеду сразу же целый день здесь проведу потому что больше пока нигде не подъехать здесь снег а здесь я на квадре заеду здесь правда мусорочка ого-го но все же так ох мне надо это поменять нет нет поле 2 ставлю отстраиваюсь грунт грунт так блин уже забыл как делать то вон видишь монета ого-го-го что-то у меня этот ломался советы советы сейчас скажу 3 копейки 1961 год опанька 1 монитос Юля уже забыла как копать я все помню баловочка въел за рука с почином друзья мои завтра с вами приеду на весь день приезжайте у кого выходные в решетихе покопаем сделаем слет копателей в решетихе потому что больше пока копать нигде тут правда копать нигде ой нигде нечего вот такие тут изредка выпадают здесь у дороги она стоит и здесь копают с утра до вечера все но я тут сезон иногда открываю мы в тот год здесь открывали да вроде на держи монету а это 5 копеек то не 3 ё-моё видишь 5 копеек то я думал 3 смотри 26 опять большой боль что-то наверху лежит или нет это большой или пробка лишь не убирает они это пиво еще нет без надписи пивно алюмишка убирать надо мешаются не здорово то копну тут же бросят на выкинь туда под дерево или щупы здесь дом стоял в подвале лужа стоит ходим рядом с домом и размазываться да ты думаешь икона древние или крест православный опять сверху 5 пробок накидали так гвоздь не он проверим погоди хотя гвозди хованные могут также звучать нет подержи гвоздик ну давай его на снег бросим надо убрать его вот смотри чё денька пошел ну не глубоко что-то сверху точно руб серебряный нет рубли выше звучат сверху чё-то пробку на рапе больше включил ну где ты ну где ты потеряли что пинпунтер тупит здесь ванна монета фига мою искали знаешь что такое сейчас скажу секунду десять копеек серебро на вторую камеру покажем сейчас на хорошую сейчас я почищу десять копеек серебряных у нас есть вторая камера здесь копеек серебряных доставка или 5 копеек за одним покажем на камеру двадцать девятый год уже состояние их на шатырь бросить я никого года яйца будет блестеть как вас никогда не дополняют бавильоны советские здесь дом стоял вот подвал подвальчик второй дом стояла там у кустов пятачок я тут нашел сигналов моря конечно здесь ходят все все кому не лень по причине что дорога рядом идет но здесь мусор это деревня в 80-х годах умерла тут железо чего только нету из-за этого ходить сложно только с нормальными приборами можно ходить ну как ты давай чуть-чуть еще и завтра сюда приеду еще подрастает как раз и будем брать ну-ка покажи картечь древнегреческая а какое ружье было для него может пушка стояла картечью заряжали пушка да звучит хорошо сумку мы не взяли набедренную мне хлам этот сваливать никуда отсюда бросать глупо я приеду сюда еще копать опять же копать потом звука нету между бочками не подготовились да есть звук но не очень хороший пуговица пуговица чистить на соролами наверное армейская будет армейская не армейская они блестящие обычно какая-то черная она давно лежала на утке собирать мне кажется орел босс двухэтапный и покажу все третий год пятьдесят третий год три копеечки друзья мои блин монета есть коллекционная вещь там да квадратная буква ну тебя не видно наверно что ты там давай доставай вторую камеру коллекционная вещь смотри не рельефчики какие друзья мои как вчера есть под штемпель вышел все третий год еще мешают эти штучки дня два на подождать ну день завтра приеду как раз будет чуть-чуть нет на подвалах лежит снег шлеппендрос мешается южечка ушла в сторону машины ключей отдал говорю иду идем к дороге пуговица у меня сейчас я приду покажу с орлом это царское в сохране пушки пушкари как они были гренадеры сейчас до машины покажем мы сейчас наверное съездим еще там полетаем чуть-чуть я посмотрю деревню оттаяли не оттаяли следующий сейчас доедем все покажем да завтра я сюда приеду нормально походить можно машину покажу да я хотела снять не видно здесь там кто-то машину разобрал лежат корпуса так я вон нашел эту еще или у нас гренадеры царской армии пуговка что поедем летать или домой пойдем поехали посмотришь что там ну поехали не съездим поехали покажи коль машина высоко по коленам не приходится задом залазить ручку на сюда да вот сюда приделать у тебя-то есть ручка а у меня нету поедем мы туда дальше сейчас еще взлетим посмотрим что там есть все взлетим что-то раме не доедем можно еще за раме нету слетать не знаю давай на нелюбовщина полетаем посмотрим растаяло ли там машина советская какая-то разобрана нет да есть морг что ли тут стояло две деревни с той стороны и с той и нам чтобы не кататься лишний раз я сейчас залечу на квадрокоптере и все расследуем там есть дорога но она по лесу идет она еще не оттаяла я посмотрю можно ли с этой стороны заехать тоже сомневаюсь что можно сейчас мы вам все покажем что да как что-то кривильное встал да камера мотор поехали и так где мы сейчас тут за деревенью видео не проехать никак так слетаем до деревушки рано еще июля тут проталина то есть но там не подъехать деревни к этой если конечно с поля уехать сразу то у леса вот идти вот они то поля начинаются вот эта деревня сейчас на дне я пройду прямо видите на нее заворачиваю сейчас вот эта дорога шла по деревне тут дома еще остались вон видите дома стоят заброшенные и туда шла да рановато елечка еще подождать надо возвращаемся обратно сейчас на вторую деревню слетаем мы где-то на этой дороге стоим полетели да вот здесь поля вскрылись а дальше они не вскрылись не знаю рано еще сейчас ту еще посмотрим сейчас мы над нами пройдем давай потише сделаю вы пониже потише я высоко или что а вдоль деревьев то сейчас на нас выйду запись пошла не знаю даже на квадроцикл мне надо не проехать вот мы стоим давай я нас приближу немножечко оп помашите ручкой ничего не знаю видно не видно нас а вон он далеко конечно далеко я зумом играю просто а вон там дальше была еще одна деревня к ней дорога идет пойдем посмотрим там можно пойти походить это увидишь они на гору сюда ходят тут местные жители есть вон два стоят у них в раме не связи нету они сюда на гору ходят позвонить я тогда здесь всегда езжу тут к бабушкам приезжают с города внуки да все они здесь вот сидят ломбочка помнишь вот там да интернет тут ловят да связь сотую пойду я ель мне тут не видно иди сюда у меня тут сигнал тухнет из-за этих деревьев ума пол километра мы уже отлетели от нас значит до деревни километр отсюда сейчас точно скажу сколько подлечу в деревне к этой ну по телефону болтают ходят такие жители там рассказывают говорит на линске был один парень убил двух девчонок сестер своих Юля и то знает я и то не знаю а ты откуда знаешь так ты сейчас мне сказала нет я так тебе не говорила а как ты мне сказала я говорю смотри мы отойдем на деревню все здесь я не знаю по полям да и то рано наверное ходить но уже все день другой ротают там по полям разве что и двухэтажный дом где матершинник живет это я уже полтора километра отлетел от нас высота 35 метров иду так давайте я вам покажу домчик так леня здесь матершинник живет не знаю жил сейчас живет не живет вон дальше там деревья шла но ее потом сравняли вот она вся деревня так разворачиваемся так тут охотник живет как бы у нас ружья с тобой не спальну выйдет с ружьем полетели отсюда 35 метров так достанет у него хоть бы фиг так что то я давай давай уходим отсюда подстрелят да деревня это большое было тут тоже рано завтра едем в решетиху где были сейчас покопаю батарейка ведь не поменял забыл еще бы крайне не можно слетать было на церкви давай стариков напугаю я над ними сейчас пролечу ну вот я сейчас там вылечу а не я иду высоко 48 метров и столбов не бывает нет я там у них то когда-то прошил я его тут недавно что то он у меня медленно стал летать поделись давай вот эти наши пятки впереди да а 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 Паражевский беспилотник. Все, едем мы домой. На сегодня. Все. Все ездили с разведочкой. Брюшка, попрощайся. Всем пока. Всем пока, удачи. Завтра еду я на дело. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok